Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие мои творческие друзья, я вас приветствую у себя на канале Творческая Студия Олиш Арт. Мне очень приятно, что к нашему творческому кругу присоединяется все больше и больше таких интересующихся творчеством людей. Это видно по тому, как вы пишете свои отклики, это видно по тому, как вы ставите лайки, как вы подписываетесь на канал, по просмотрам видео. И даже если вы не подписались на канал, я все равно вижу, что вы взглянули, посмотрели, что-то вас заинтересовало. Кого-то интересует творчество, кого-то интересует картинка, кого-то интересует просто, что где-то случилось, что-то новенькое. YouTube порекомендовал. И мне это все очень приятно. И я вас всех благодарю за все сказанные приятные слова, за тот отклик, который я получаю. Я это действительно очень ценю. Те, кто мне пишет приятные слова про энергию, про позитив, который вы получаете здесь на моих видео, я действительно именно для этого создавала канал. И поэтому я вижу, что моя идея, она достигает цели. И мы здесь с вами организуем такой круг общения позитивных людей, которые занимаются хорошими, приятными, творческими делами, которые увеличивают красоту в мире. Мы имеем отношение к рукоделию, и мы можем увеличивать количество людей, которые носят одежду, сделанную с любовью. И это действительно так. И каждый из нас, соприкасаясь с этим войлоком, из которого мы создаем какие-то вещи, естественно, вкладывают туда свою энергию, потому что из материала, с которым мы работаем, мы создаем что-то новое, мы творим, мы создаем энергию, оставляем отпечатки, отпечатки пальцев, отпечатки нашей энергии, отпечатки вот всего. Души наши, отпечатки мы оставляем на нашей одежде, созданной нашими руками. Одежда или аксессуары, или просто какие-нибудь предметы интерьера. В общем, они уже, понимаете, эти вещи наделены мыслями, наделены чувствами. Те, кто попытается выбить нас из этого творческого потока, у них практически не будет никаких шансов, потому что творческая атмосфера, она просто недосягаемая для таких, для тех, кто... Потому что творческая атмосфера, она на порядок выше вот тех неприятностей, которые могут нас преследовать. И вы знаете, куда можно убежать от них? В творчество. Не убежать, а просто стать недосягаемым. Нет, бежать не надо, а наоборот, встать на ступеньку творческую. Это не значит убежать. Это значит быть выше. Вот, там совершенно другие вибрации, там совершенно другая атмосфера, и проблемы, и неприятности существуют на совершенно другом уровне, для которого творческий уровень просто недосягаем. Поэтому вот рецепт, если хотите, как сохранить позитив, потому что задаю такие вопросы, и я думаю, что такие вопросы волнуют не только вот конкретного человека, который написал мне эта милая женщина. Для меня это было очень приятно получить такое сообщение, в котором вот человек спрашивает, как можно удержаться вот в таком потоке позитива. И я вам отвечаю, это творческий поток. Это творческий поток. Для тех, кто задает подобные вопросы, так же, как я, совершенно недавно. Ну, как недавно. Ну, с десяток лет я уже твержу. Ребята, займитесь каким-нибудь творчеством. Неважно, каким творчеством. Просто нужно уйти в творческие энергии. Они недосягаемые для проблем, для всех вот этих вот неприятностей. Поэтому абсолютно простой рецепт творчества, любое, любое доступное творчество, любое ремесло становится уже творчеством с того момента, когда вы начинаете уже не автоматически повторять какие-то там движения, какие-нибудь там методы, а придумывать, начиная с маленького какого-то. Вот, например, вопрос, можно ли работать с ненатуральными тканями? Есть мнение, что работать нужно только с натуральными тканями, и синтетика, она просто грубая. Попробуйте. Попробуйте. Вот Плюша ко мне прибежала. Вот Плюша, она тоже, она поняла, что я тут разговариваю, говорю о каких-то важных вещах. Ах, вот смотрите, какое у меня приятное чудо, которое тоже мне помогает удерживаться в такой вот позитивной энергии. Вот она такая у меня хорошенькая Плюша. Так вот, вернемся к этим натуральным, ненатуральным тканям. Ничего вам не мешает попробовать. Посмотреть информацию, да, кто-то говорит так, кто-то говорит по-другому. И найдите свое решение. Возможно, вы где-то там что-то увидели, и это вас натолкнет на какую-то мысль, на какую-то идею. Попробуйте. И тогда вы будете уже опираться на свои какие-то эксперименты, свои знания, которые вот самые, самые-таки надежные. Потому что никто не может вас увести в сторону от мыслей, которая сформирована на, собственно, вашем собственном эксперименте. Понимаете? Не знакомые о знакомых сказали, а я сам видел. Я сама видела. Видите, сказала сам. Почему сам? Я сама видела. Я сама пробовала. И я знаю. Понимаете, вот как это все происходит? Сначала я увидела, потом я попробовала, а потом я уже знаю. Понимаете? И все. И дальше вот это знаю дает право быть сильным, уверенным в себе. И уже экспериментировать. База есть. Я знаю. Я пробовал. Понимаете, у вас есть опыт. Опыт – это самое ценное, что вам вот необходимо в творчестве, потому что именно опыт дает какую-то такую уверенность. Как будто я имею право на свое мнение, потому что я знаю, у меня есть такой опыт. Понимаете? Вот все начинается с этого. Поэтому пробуйте. Не бойтесь. Находите какие-то свои варианты. Вы пробуйте какие-нибудь свои, где вы там увидели что-то интересное. Попробуйте. А вдруг из этого можно сделать что-то очень привлекательное, очень интересное. Не бойтесь совмещать. Не бойтесь придумывать то, чего вы раньше не видели. Это будет очень интересно. Вот, например, я придумала вот этот вот шаблон для валяния области бюста на шаблоне книжка. Я знаю, что существует давно уже этот шаблон книжка, шаблон 3D, но я никогда не видела, чтобы его использовали в зоне груди. И для меня это было как-то странно. Я посмотрела, я даже порылась в интернете, думаю, ну-ка, интересно, есть ли? И я не увидела. Наверное, его нет в каком-то свободном доступе, а только в платных мастер-классах. Есть другие 3D-форматы для других зон. Но для груди я не увидела. И я подумала, странно, что этим не пользуются. Потому что, если вдруг вы делаете изделие для клиента, то сделанное изделие на шаблоне книжка дает вам уверенность, что клиент не будет иметь никаких проблем потом, после стирки изделия. Конечно же, стирать нужно правильно. Никто не отменял того, что шерсть садится при неправильной стирке. Вот с этим шаблоном я взяла и попробовала. Есть он или его нету. Я взяла и сама его сделала. Вы тоже так же можете. Не обязательно, чтобы это кто-то сказал. Мы можем опираться на те знания, которые мы где-то увидели, где-то нашли, и потом уже использовать это для того, чтобы самостоятельно что-то уже придумывать, пользоваться этими знаниями. Не просто повторять за мастерами, а быть самому мастером. Вы знаете, мастером можно стать буквально с любого момента. Некоторые становятся мастерами через какое-то длительное-длительное время, потому что они следуют за советами других мастеров. Они спрашивают, как это, как другое. Но есть такие люди, которые сразу становятся мастерами. Они выбирают, например, какую-нибудь технику, например, техника валяния. Выбирают и начинают применять там все свои знания. Буквально вот всё из всего эксперимента, из всего опыта, жизненного опыта. Видите, я употребила это слово эксперимент, потому что на французском слово опыт – experience. И получается, что именно это слово – эксперимент и опыт – это одно и то же. То есть получается, что нужно, чтобы иметь опыт, значит, это нужно иметь эксперимент. Ну, то есть это одно и то же – эксперимент и опыт. То есть если не иметь экспериментов, не проводить эксперименты, то получается, что не иметь опыта. Вот поэтому самое главное в творчестве – это эксперименты. Но сегодня я хочу все-таки ответить на вопрос. Валентина задала вопрос, как пользоваться тканями, есть ли смысл приваливать грубую синтетику, которую для штор используют. Вот я на примере моего собственного изделия, который я делала еще где-то там в начале, в начале, когда я начинала только познавать валяние, я сразу начала валять с плечевых изделий. Ну, сваляла там сумочку первую и поняла, что это классно, что это такая техника, которой я хочу заниматься. И второе изделие у меня уже была куртка, понимаете? Потому что я использовала эксперименты, я использовала опыт всех моих каких-нибудь наработок в любом виде творчества, которое я знала. Оно как-то так у меня вот все в одном, во мне как-то так вот оно живет, оно есть, и я пользуюсь этим тогда, когда хочу. И вот всем этим моим опытом я воспользовалась, и сразу же, когда я открыла, что такое шерсть для валяния, как ею пользоваться, и я поняла, что это мне очень нравится, ну и начались какие-то там работы, и естественно, я смотрела, конечно же, я смотрела, как пользуются мастера всякими разными там волокнами, какими-то методами, какими-то инструментами, все это, конечно же, я смотрела, но мне ничего не мешало экспериментировать и опираться на свои собственные знания, на свои эксперименты. Сейчас я вам покажу мой жакетик, где я использовала синтетические ткани для штор. На мой взгляд, это просто превосходные ткани, которые дают, ну, такие интересные фактуры. Вот посмотрите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Пользуетесь ли вы, например, используете ли вы в своем валянии такие ткани? Я, например, использую. Вот взгляните на этот жакетик, который выполнен из таких вот синтетических тканей, о которых вы говорили, Валентина, о которых был ваш вопрос. Синтетические шторные ткани, грубые, и, казалось бы, должно изделие из войлока получиться грубое, но существует такая грубость, которую можно назвать выразительностью. И вот в данном случае, мне кажется, что это скорее выразительно, чем грубо. Посмотрите, как это получается. Все это шторные ткани в сочетании в данном случае с розовой шерстью. Вот здесь вот с серой шерстью. Не могу назвать это грубым, так как изделие требует вот именно такой формы, достаточно жесткой, достаточно такой, знаете, натуральной, приближенной к какому-то такому этно-стилю. Хотя в данном случае я делала изделие в стиле шикбогем, бохо. Вот посмотрите, и с платьем, которое подходит под этот стиль, действительно смотрится великолепно. Вот именно вот эти жесткие, как вы сказали, грубые ткани. Посмотрите, какую волну дает эта ткань в сочетании с войлоком. Мне это очень нравится. Ну а потом, конечно, вот эту грубость. Если ее разбавить, например, вот таким кружевом, вот я добавила, видите, здесь фрагменты с кружевом. Это вышитое кружево, вышитое шелком. Потом я добавила, смотрите, фрагменты, например, воротнички, манжеты. Я добавила из также вышитой морлевки. Вот посмотрите, как это смотрится. Не могу сказать, что это грубо. Если вы умело сочетаете вот эту вот натуральность, выразительность и какую-то нежность, то у вас получается как раз вот эта вот гармония. И сразу вещь становится изысканной. Добавить туда, например, отделки текстилем. Вот посмотрите, здесь я добавила не только для того, чтобы держать эту форму, а еще и для того, чтобы, ну вот, как-то подчеркнуть вот этот стиль. Смотрите. Винтаж, да? Винтаж, то есть старые какие-то, ну, у них вид такой, что-то старая такая ткань. На самом деле это тоненькая, хэбэшная такая ткань, ткань дает такое впечатление, что это вот именно старая ткань. Ну, и изделие приобретает такой винтажный вид. Так что зависит от того, какую идею вы преследуете. Конечно, если вы делаете тоненькое платье, то такая ткань не подойдет. Но если вы делаете изделие в подобном стиле, как это сделала я, то вполне смотрится гармонично. Вот они, эти грубые-грубые ткани, шторные. Посмотрите, они действительно грубоваты, но они сжимаются в такие красивые рисунки, в такие красивые волны и дают просто очень интересные фактуры и такое ощущение, что какие-то стеклярус какой-то получается. Не бойтесь их использовать. Смотрите, у них много. Таких красивых, красивых, интересных фактур в самих тканях, которые с войлоком будут просто давать интересные, очень просто шедевры будут получаться. Вот посмотрите, такая ткань. Это похоже на морлевку, только она синтетическая. И вот здесь вот похоже, что вставлены какие-то натуральные волокна поверх этой синтетики и похоже на лен. Это очень интересно смотрится. А вот эта ткань, синтетика такая, но вот эти полоски будут стягиваться по-другому, чем вот эти. Здесь более такая мягкая ткань, здесь будет мягко стягиваться, а вот здесь будут жесткие волны. Поэтому даст очень красивую фактуру. Если вы научитесь уже понимать, как работает шерсть, каким образом она взаимодействует с разного вида тканями, вы тогда будете уже даже без каких-то там тестовых, пробных вариантов понимать, что получится из вашего эксперимента. Какой эффект вы получите. Ну и потом вы будете уже знать, в какой ткани вы можете добавить какие-то действия, которые помогут шерсти сцепиться. Но в данном случае здесь они не нужны, потому что, ну я говорю об иголочках, вот этих валяльных иголочках, которыми дырочки делают. Вот, например, вот в этой, возможно, она такая более плотная, хотя тоже здесь есть дырочки, но можно подырявить еще, потому что она достаточно плотная. Можно вот поверху просто потыкать этими иголочками валяльными, и тогда с этой стороны вы получите зацепки, и вы кладете вот на шерсть, и эти зацепочки помогают вам стягивать вашу ткань, а шерсть остается там гладкая. И вот за счет этого и дают вот такие вот фактуры, такие ткани. А вот здесь, здесь все просто вот в дырочках, поэтому здесь нет смысла обрабатывать дополнительные иголочками. Хотя, например, вот эти вот места, если вам нужно, чтобы были, например, более, ну, такие мельче ваши завитушки, то можно поделать еще какие-то дополнительные зацепочки с той стороны. Ну, в общем, когда вы будете понимать процесс, как это взаимодействует, по каким принципам там шерсть пролазит, цепляется, то тогда вы будете уже управлять и процессом, и вы уже будете подбирать такие ткани, играть с фактурами, сочетать эти фактуры. Ну, в общем, надо еще прослеживать, что в данном процессе еще важно, как дает усадку, например, шерсть в сочетании с натуральными тканями, тонкими натуральными тканями, тонкими искусственными тканями, или же вот такой синтетикой, которая с дырочками, которая без дырочек, все это по-разному приваливается. И вы, когда уже делаете такие, например, комбинированные какие-то рисунки, комбинированные такой, ну, типа пэтчворк, например, если сочетание разных лоскутов, ткани вы приваливаете на поверхность, то тогда вы должны понимать, как приваляется одна ткань, как приваляется другая, и в зависимости от этого вы будете тогда уже разбирать, здесь более объемное, здесь более гладкое, ну, в общем, чтобы вы контролировали процесс. Иногда, конечно, стихийно получается очень красиво, но всегда я предпочитаю все-таки быть в курсе, что происходит, и сама организовать процесс, а потом уже вот дополнительные какие-то сюрпризы, которые я могу еще получить, это будут уже таким прекрасным, приятным бонусом в моем творчестве. Дорогие друзья, я благодарна, что вы пришли ко мне на канал, и я жду вас на моих следующих видео. Спасибо вам, и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин